Друзья, перерыв в главном событии, но в принципе Николай Евдокимов дурдом один не имеет отношения к главному событию. Привет. Привет. Всем привет. Ты только сегодня приехал, в Мэйн еще не садишься. Ты не сегодня приехал? Что? Я тебя не замечала. Ну, привет, Маша. Ну, я вчера тебе сейчас сказал привет, но ты проигнорировал. Бывает, окей. Я вчера хайроллеров играл, до этого еще и РПЦ играл, который сейчас наш молодой хайроллер Никитка тащит в топ-3. У него хороший стэк, он выиграет. Ой, это, сори за спойлер. Вот, и я из РПЦ вылетел, потом вчера хайроллеры сел, там прошел, нормальный стэк, поэтому сегодня в Мэйн пока нельзя играть. А, слушай, то есть ты здесь давно, получается? Два дня, получается. Не так давно. Так, Мэйн будешь играть завтра, правильно? Ну, завтра у меня вроде как финалка хайроллера будет, потом надо выигрывать кубок, праздновать. Скорее всего, послезавтра придется сыграть. Ну, нормально после празднования? Нормально, нормально. Ну, что делать, работа такая? Слушай, ну, в прошлый раз мы с тобой крутили кубик-рубик, в этот раз тоже разговор пойдет не о покере. А, я думал, ты скажешь, в этот раз покрутим лотерею внизу, да? Нет, не лотерею. Окей. Смотри, я хочу, чтобы на глазах у 30 подписчиков нашего канала и всех джипси-тимовцев ты сделал официальный coming out. Я не гей. Извините, ребята. Извините, все мои поклонники. Нет, не получится, сорян. Так, окей, видео уже выключили половину тех, кто смотрел. У тебя есть девушка? Да, ты же спрашивала. Ну, кто она? А я не буду говорить. Ну, почему? Ну, кому надо, то знает, господи, это же неинтересная тема. Ну, давай, ну сделай официальный, интересный. Ну, подожди, все мои оставшиеся вопросы базируются на том, что ты отвечаешь на это. Окей, все, смотри, я готов ответить. Я придумал, как отвечу. Подписывайтесь на мой инстаграм, следите, ставьте лайки, и вы все сможете понять там. Ну, хорошо, тогда издалека пойдем. Каково это быть парнем-покеристки? Ну, не знаю, если честно, не так, чтобы прямо она-покеристка. Вот, так что, я не знаю, это у другого надо спросить. Перестань, ну, это же круто. Почему ты не можешь сказать всем? Согласен, это круто. Не знаю, я какой-то такой человек, что зачем об этом афишировать везде, это, в принципе, и так понятно. Ну, хорошо, а она? Что она? А она приедет? Я думаю, да, потому что я выиграю, и надо приехать тогда. А, ну, конечно, попраздновайте сначала хайроллеров, попраздновайте, потом мейн-эвент. Да, 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 так что. Ну, хорошо, хорошо, раз ты у нас не раскалываешься, мы поговорим потом с ней. Хорошо, договорились. Кем бы она ни была. Договорились. Насчет спортивного марафона. С этой серией, как вы знаете, мы запустили гонку покеристов, спортивный марафон, каждое утро тренируем, худеем все вместе под надзором наших девчонок. Мне кажется, мне похудеть надо, что ли? Нет, я знаешь, в чем, что хочу спросить? Ты говоришь, что ты хотел бы прийти. Ты хочешь похудеть? Да вот я к тому и веду, что вряд ли. Я хотел бы прийти, реально, просто мы сейчас хайроллеры до утра катаем, а так я смотрю, это вообще круто, реально интересная движуха. Даже не столько с точки зрения того, что мы там прям похудеемся на 40 килограмм, а с точки зрения, вот как сегодня многоуважаемый Артур сказал, кровь погонять, потому что сидим постоянно, надо ее гонять. Класс, но он сказал про кровь погонять в самом конце репортажа, как это мило, я думала никто не смотрит. Получается, что я досмотрел репортаж. Кстати, на самом деле образуется целая утренняя тусовка, потому что сегодня пришли еще пять новых ребят, мы занимали-занимались, потом пошли вместе пить кофе, и вообще это так офигенно. Вот реально, вот как раньше всегда все тусили по вечерам, мы играли в мафию, сейчас образуется целая такая спортивная крутая утренняя тусовка. Класс, да? Да, да, это очень здорово, согласен. Я поэтому и хочу прийти, я думаю, что сейчас я выиграю полчаса хайроллеров, потом время появится, мейн-то днем идет, и я обязательно схожу разочек. Я могу даже, в принципе, что-то близкое пообещать, что я схожу разочек. Класс, мы тебя будем ждать каждый день в 9 утра. Катя, привет.